Дорогие коллеги! 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 и для всего остального. Поэтому первое, с чем мы сталкиваемся, работая с циркулирующими опухолевыми клетками, это то, что нам необходимо использовать дополнительные методы, связанные с обогащением наших образцов, именно прицельное выявление этих клеток в циркуляции, для того, чтобы мы могли как-то их увидеть, не одну клетку на 20 миллионов, хотя бы одну клетку на 100 тысяч остальных клеток, которые у нас есть в образце. Поэтому множество разных способов, связанных с либо сепарацией, либо с обогащением нашего образца, при помощи уже дополнительных воздействий, связанных с использованием гранитного центрифугирования, личного рода молекулярных сит, антител, позволяющих обогатить, либо, например, эти клетки интересы, либо, например, убрать все остальные клетки из образца и тому подобное. Но, собственно, в настоящее время, пожалуй, наиболее перспективным с точки зрения кросс-анализа этих клеток являются процедуры, приведенные у меня на этом слайде. Это как раз именно технология называется розецеп. Она основана на том, что мы удаляем из образца лейкоциты и эритроциты и тромбоциты, так как в засадке оставляем уже интересующие нас циркулирующие опухолевые клетки. И, собственно, как раз это пример эксперимента, где технология была приведена. Серия образцов, когда к природному объему перифической крови добавлялись известные нам опухолевые клетки, линии КАМа. И, собственно, в дальнейшем уже при помощи маркеров, при помощи цитометрии с визуализацией мы анализировали уже эти клетки в наших образцах. Как проводилась проподготовка? Ну, собственно, первый шаг, само собой, это розецеп, то есть наш образец, в который добавлялись опухолевые клетки. 7,5 мл цельной крови смешивались с шариками, с анаститилем, на который были нанесены тела против практически всех клеток, которые у нас есть в крови с клеем опухолевых. Далее, гардентное центрифугирование, благодаря образованию комплексов антигена антитела. У нас клетки крови обычные неизмененно оседают и уйдут на пробирки, так как на гарденте плотности, вот именно картинка номер 4, у нас создается клеточная фракция, обогащенная уже нашими этими оциркулирующими опухолями и клетками. В дальнейшем, само собой, следующий шаг, это необходимо нам понять, насколько мы хорошо эти клетки выделили и, собственно, оценить, сколько их содержится в наших образцах. Собственно, анализ клеток осуществляется обычно как? Всегда мы обычно привыкли к тому, что главный критерий, само собой, это аморфология. И, собственно, как раз на данном слайде представлена именно аморфология вот этого образца, который стоит сверху после гардентного центрифугирования. Самые мелкие, самые простые клетки, это как раз левый и нижний угол, это обычно лимфоциты, как можете заметить. Дальше очень хорошо видны эритроциты, благодаря их двояко-вогнутой форме. И, собственно, дальше огромное облако, такое выделенное желтым овалом, это уже наши клетки линий КАМА. Собственно, действительно, так это клеточная культура, они весьма различаются по морфологии, но при этом весьма довольно-таки четко, их морфология отличима от нормальных клеток, которые мы с вами встречаем в периферической крови. И уже в дальнейшем уже эти образцы мы окрашиваем антителами. Собственно, как показано на этом слайде, антила против СССР-45, то есть панликоцитарного антигена, который позволяет нам отделить все лейкоциты от всего остального, что у нас есть в нашем образце. По оси Х зеленая флуоресценция, это антила КАМА, собственно, это антила против как раз именно этих эпителиальных клеток, поликлональные, позволяющие нам действительно вот эти эпителиальные раковые клетки отличить от всего остального. Поэтому в желтом верхнем левом углу у нас находятся наши нормальные лимфоциты остаточные. Собственно, мы не можем даже при помощи сверхчудельных методов гравитного центрифигирования полностью удалить эти клетки из образца. Поэтому примитие всегда есть. Заодно, это наш внутренний контроль. Собственно, что мы взяли, как раз именно, что в прошлом, это действительно была клеточная фракция, это фракция клеток крови. И, собственно, зеленым, вот более в нижнем левом, в правом углу, мы как раз видим вот эти опухолевые клетки, которые смешивались с образцом. Они довольно-таки хорошо делимы друг от друга. Собственно, это как раз тот самый образец, в который было внесено, ну, примерно вот 5 тысяч наших экспериментальных клеток на один миллилитр цельной крови. Дальше как раз примеры того, как мы уже эти образцы разводили. Собственно, с верхней ряд, левая гистограмма, у нас было 50 тысяч на миллилитр крови, правая 5 тысяч, нижняя, левая, это 500 клеток на миллилитр крови. И, собственно, самая нижняя и правая, это как раз самая минимальная концентрация клеток интереса. Это было всего лишь 50 клеток из нашего ТДК, оклеточной опухолевой линии, которые были смешаны с одним миллилитром крови образца. И, собственно, даже здесь, как вы можете видеть, что действительно мы видим множество остаточных лейкоцитов, они как раз выделены желтым у нас, и зеленые клетки, клетки линейкама, которые тоже выделяются, несмотря на то, что было такое действительно очень большое, очень сильное разведение. Что касается, на самом деле, статистики, то статистика перейдена уже вот на этом слайде, то действительно видно, ну, сколько у нас остается клеток после разведения, и сколько мы их видим. Если мы используем вот эти вот сложные методы оцентрифугирования градиентного, далее серия отмывок, окраска антителами, то, в принципе, мы где-то обычно теряем, ну, если говорить объективно, то где-то больше половины в среднем клеток интереса. Вместе с тем, если действительно даже мы доваляли очень мало клеток интереса на миллиметр крови, то есть мы, например, доваляли всего лишь 50 клеток линейкама, то все, то как бы 15 из них все равно при помощи нашего подхода можно действительно выделить, можно действительно анализировать. Тем самым, это действительно говорит, пожалуй, ну, весьма такой высокой учительности метода, что как бы вот если делать расчетную величину, то в среднем одна клетка обнаруживается где-то вот на 3 с небольшим миллилитра вот образца, который исходно у нас поступил в анализ, который был подвергнут всем этим стадиям про подготовки. Но опять-таки, что это эксперимент, который говорит о том, что насколько это методико учительный, насколько можно ее применять в лабораторных исследованиях уже с целью, ну, что-то научного поиска. Но если говорить про практику, то, пожалуй, тут следует перевести вот результаты картинки из вот этого очень интересного обзора, который вышел в журнале International Journal of Cancer. Собственно, тут как раз действительно клинические примеры про то, как вот в циркуляции у пациентов с раком яичника выявляли ну вот циркулирующие опухолевые клетки при помощи сразу нескольких маркеров интереса. Ну, собственно, что есть интересное. Методика позволяет делать, нам анализировать сразу же множество разных антигенов, которые свойственны именно опухолевым клеткам, но которые, опять-таки, отсутствуют либо на на поверхности, либо в цитоплазме уже наших нормальных неизмененных клеток. Вот как раз, например, здесь, в этом случае используются целых три антигена, которые свойственны именно как раз клеткам рака яичника. То есть, это молекула ябка, адгезионная, апатериальная молекула, дальше цитокератины, говорящая о том, что, действительно, эта клетка имеет апатериальное происхождение. И, собственно, СА-125, тот самый антиген, который традиционно исследуется в сыворотке крови у этих пациентов, является одним из важнейших маркеров, позволяющим говорить о наличии именно этого онкологического заболевания. И, собственно, как вы видите, на первом ряду картинок вот как раз все эти три маркера представлены вот в этой циркулирующей опухолевой клетке, плюс, само собой, ДРАК-7, ой, ДРАК-5, маркер, позволяющий выделить ДНК. И, собственно, отсутствие СД-45, то есть то, что эти клетки у нас не принадлежат к нормальным клеткам, циркулирующим в краю у нас выровняем. То есть это у нас не лейкоциты. Аналогичный пример из рака печени, то есть тоже у нас есть здесь циркулирующие опухолевые клетки. И, собственно, главным маркером, пожалуй, для этой линии, для этого типа клеток у нас является альфа-фетопротеин. Так, остальные молекулы, которые мы с вами смотрели уже на предыдущем слайде, то есть ЕПКАМ и цитокератины, у нас отсутствуют. Следующий интересный пример – это как раз именно клетки циркулирующие, которые вышли у нас из опухоли, связанные с щитовидной железой. И, собственно, здесь, пожалуй, одним из, как вы видите, на верхних двух картинках одним из важнейших маркеров является наличие тиреоглобулина в ацетоплазме и в составе клеточной мембраны данных клеток. Дальше, опять-таки, что наличие множества ацетокератинов, пожалуй, это как раз тоже важно, потому что эти опухоли в первую очередь связаны с эпителиальными пластами, наличие ацетокератинов важный диагностический признак для данных именно клеток. И наличие натрии айодиевого асимпортера, который тоже свойственен именно красовиноклеткам, отвечающим на сну за продукцию карцинетических гормонов. Дальше контрастируем и айдро при помощи ДАПе, и действительно, эти клетки в циркуляции выделяются весьма хорошо и весьма эффективно. И, пожалуй, последний пример это как раз именно опухолевые клетки, которые у нас вышли из солидной опухоли, ассоциированной уже с пищеводом, то есть аденокарцинома пищевода. Опять-таки, что мы видим наличие эпителиальных маркеров, то есть молекулы ЕПКАМ, дальше наличие ацетокератинов в ацетоплазме клеток, что действует эпители на происхождении данной опухоли. И, собственно, наличие такого интересного белка, который называется ассурвивин, он также ассоциирован обычно с опухолевыми клетками и тесно связан именно с экспрессируется очень хорошо в ядре этих, а не только циркулирующих опухолевых клеток, но и огромного числа других перерожденных клеток другого происхождения. И, собственно, благодаря этой технологии цитометрии с визуализацией мы можем на основе как морфологических признаков, так и признаков, связанных с анализом экспрессии антигенов, определить не только наличие опухолевых клеток крови, но и понять их происхождение, если у нас есть какие-то клинические предпосылки для поиска того или иного типа клеток. И, собственно, в завершение еще одна интересная вещь, про которую хотелось бы рассказать, это, как раз, именно взаимодействие клеток иммунной системы, взаимодействие клеток именно с точки зрения взаимодействия антигенопрезентирующей клетки и антигенраспознающей клетки. Собственно, то, что получил в литературе название иммунологического либо иммунного синапса. Взаимодействие между Т-клеткой и, собственно, антигенопрезентирующей вот у нас как бы правая часть каждой картинки, которые у нас пронумерованы А и Б, правая часть это у нас обычно антигенопрезентирующая клетка и левая часть это как раз Т-лимфоцит, где у нас располагается комплекс таклевочного рецептора и в дальнейшем все это приводит к тому, что у нас начинает полимеризоваться актин, изменяется структура цитоскелета и вот как раз именно эти структурные особенности мы как раз можем с вами визуализировать при помощи антител и, собственно, при помощи уже с проточной цитометрией с визуализацией Если говорить про классические подходы связанные с анализом взаимодействия АПК и Т-лимфоцита то этих, конечно же подходов безумно много и длительное время они весьма эффективны что в условиях инвитра что в условиях инвива анализируются при помощи проточной цитометрии Что может быть проще, чем например, пометить Т-лимфоцит при помощи какой-то зеленой метки скажем антигенопрезентирующую клетку в данном случае Б-лимфоцит при помощи красной метки а дальше при помощи анализа флюоресценции анализировать комплексы то есть именно эти гетероагрегаты обеющие флюоресценцию по обоим каналам то есть если у нас действительно идет взаимодействие Т-клетка Б-лимфоцит и Т-клетка адендрит то образуется гетерокомплекс и так как именно гетерокомплекс нам говорит о чем о том получен мед под пациента скажем после иммунизации или после вакцинации но опять-таки множество проблем с тем что как вы наверное знаете все молекуляции инвитера приводят к образованию гетероагрегатов то есть дуплетов и причем самое печальное то что при помощи обычной цитометрии мы не можем отличить истинный гетероагрегат где у нас идет взаимодействие АПК Б-лимфоцит от просто от того момента где эти клетки слиплись при помощи молекул глиокалекса или всего остального поэтому крайне важно использовать проточную цитометрию визуализацию которая позволяет нам с вами точно оценить кто с кем провзаимодействовал в данном случае гистограмм 1 это то что у нас называется тактика гетирования то есть способ анализа либо алгоритм выявления клеток интереса поэтому первая гистограммка у нас это как раз именно выявление всех гетероагрегатов вот вторая гистограммка которая понятина цифра 2 это как раз выявление гетероагрегатов в которых у нас есть как Т-лимфоциты так и Б-лимфоциты то есть как бы CD3 позитивные Т-клетки и CD19 позитивные Б-лимфоциты после этого мы обычно убираем дуплеты которые ложны позитивные в рамках этого комплекса и анализируем в дальнейшем уже чистые гетероагрегаты по наличию дополнительных маркеров связанных уже с полимеризацией активного цитоскелета и собственно пожалуй ключевая вещь связанная именно с образованием истинных иммунных комплексов там где действительно происходит активация вот у нас с вами Т-лимфоцита она основана на том что вместе вот взаимодействия в зоне взаимодействия Т-клетки и АПК у нас происходят мощные процессы связанные с перестройкой уже актина вот цитоскелета то есть актин грубо говоря вот видно как раз если мы смотрим с левой части картинки к центру вот там где написано channel 11 актин мы видим что в верхней части у нас красных флюорицин практически отсутствует то есть актин равномерно распределен по обоим клеткам по обеим клеткам да что по АПК что по Т-лимфоциту то в нижнем ряду мы видим такую четкую красную полосу вот как раз именно это то самое место где взаимодействуют Т-лимфоцит и Б-лимфоцит и в ходе этого взаимодействия в ходе перестройки коммунистатоклеточного рецептора происходит полимеризация актина и стабилизация этого контакта уже на более длительное время и как раз вот на самом деле поиск истинных вот этих вот гетероагрегатов истинных иммунных синапсов оно основано именно на анализе вот как раз именно этой зоны взаимодействия зона где произошла полимеризация актина отсюда вот такой интересный подход собственно левая часть рисунка это у нас обычные гетероагрегаты вот такой красивый такой зелененький Б-лимфоцит красненький Т-лимфоцит но если вы посмотрите между ними нету этих вот характерных полос то есть красных плотных полос которые мы видим с вами в левой части в правой части рисунка да и собственно на правой части картинок вот в самой после морфологической характеристики то есть красная полоска говорящая нам с вами о том что действительно было взаимодействие между АПК и Т-лимфоцитом Т-лимфоцит с помощью соотоклеточного рецептора распознал именно те антигены которые были презентированы в ответ на это распознавание у нас прошла активация клетки связанной с формированием стабильного иммунного синапса уже в дальнейшем когда этот синап стабилизирован происходит обмен сигналами про которые мы с вами уже сегодня говорили многократно в рамках этой секции и собственно в дальнейшем это также будет звучать и уже после как раз обмена сигналами у нас происходит что запуск как раз именно клональной экспансии собственно формирование клона антигенспецифических клеток которые в дальнейшем у нас с вами и будут отвечать как раз именно за подавление опухоли за распознавание уже на периферии именно поэтому как раз вот эта технология технология анализа иммунного синапса она крайне важна нам в том случае, если мы занимаемся какими-то вакцинами различной направленности и, собственно, анализом эти геноспецифических Т-лимфоцитов, которые можно выделить, например, в том числе и из опухолевой ткани, и из периферической крови. И, собственно, само собой применение технологии не ограничивается только лишь онкоиммунологией, это еще и инфекционный иммунитет, аутоиммунитет и так далее и тому подобное. И, собственно, на этом я хотел бы поблагодарить вас за внимание. Если у вас есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Поэтому спасибо за возможность выступить здесь и рассказать про такие новые интересные подходы к анализу уже клеток, в том числе и в онкоиммунологических исследованиях. Спасибо за внимание.